Дорогие друзья, с вами Дмитрий Гассин. Это видеоблог о книгах, музыке, фильмах. И сегодня за моей спиной вы видите кадры из фильма «Амадей», а значит я буду рассказывать вам об этом замечательном кино. Конечно, все любители творчества Моцарта, и просто любители музыки, и поклонники гениального режиссера Милаша Формана этот фильм уже посмотрели. Но вдруг кто-то его еще пропустил, и счастье знакомства с этим шедевром еще только предстоит. Что ж, чуть-чуть подпорчу впечатление спойлером, и расскажу, что мне в этом фильме нравится, что нет, как бы, что собой представляет этот шедевр. Итак, фильм «Амадей», основан на пьесе Питера Шефера. «Амадей» не менее популярный, я видел саму пьесу в постановке «Мхата». Смотрел несколько раз и сам фильм. В роли Моцарта Том Хаус играет Моцарта в этом фильме, а в роли Сальери Мюррей Абрахам. Фильм получил Оскары. Абрахам получил Оскар за лучшую мужскую роль, и совершенно заслуженно, поскольку актерская игра, замысел Формана, который гениально совершенно передал на экране пьесу Шефера, он очень хорошо воплотился в этом киношедевре. История старая как мир, история о том, как Сальери отравил Моцарта, основанная на множестве реальных фактов, которые подталкивают нас к поддержке этой версии, совершенно гениально переосмысленная Пушкина в Моцарте с Сальери, закрепившаяся в миллионах умов, эта история является вымыслом. Сальери, как это установлено на данный момент, и я придерживаюсь именно этой точки зрения, Моцарта не травил. Однако он пытался в старости покончить с собой, и именно с этой сцены, достоверно соответствующей фактам биографии великого композитора, между прочим, ученика, учителя Бетховена, между прочим, человека, который обучал совершенно бесплатно детей Моцарта музыке, то есть, на самом деле, человека, совершившего много благородного. Фильм начинается сценой того, как слуги вбегают в комнату к Сальери, стучатся, вбегают к нему, где уже престарелый, больной и совершенно одетый в такую ночную рубашку Сальери пытается перерезать себе горло. И далее весь фильм представляет собой, как это и в пьесе происходит, монолог, который произносит Сальери в больнице для душевно больных, в клинике перед священником, пришедшим его исповедовать. Суть этого монолога в том, что Сальери не просто признается в убийстве Моцарта. Он подводит широкую, скажем так, идеологическую базу под свои действия. Сальери – это вызов, вызов человека, который обладает, в общем-то, посредственными талантами, ну и посредственными человеческими качествами, кроме разве что силы воли и настойчивости в достижении своих целей. Это вызов этого человека Богу, ни много ни мало соперничества с самим Господом. Поскольку Сальери, совершенно случайно увидев Моцарта новую забавную придворную игрушку, скажем так, которую звали Моцарт, увидел он во дворце покровителя, в пьесе, в фильме совершенно гениальный тоже образ Курфюста. И увидев эту игрушку, он разгневался необычайно, поскольку все, чего он добивался за свою жизнь трудом, таким необычайным, все досталось Моцарту даром, все этому глупцу, безумцу, ну, такому дурачку не от мира сего. В пьесе Шеффера и фильме Формана это именно таков его образ. Все этому дурачку досталось за даром. Сальери не может этого вынести. Для него спор с Господом начинается с того, что он начинает строить козни Моцарту. И вся дальнейшая биография успехи и неуспехи более частые, чем аншлаги опер Моцарта, вся его концертная деятельность, это все плод неких интриг, которых Сальери против него плел. И в конце концов он добился того, что Моцарт, потерявший все нажитое своим трудом, весь успех, он весь обратился в Пшик, и в результате Сальери подсылает к нему вот этого черного человека, который заказывает ему реквием. Мы знаем, что на самом деле это было не так. Это черный человек, фигура в сером, это в фильме, там еще «Линия отца» очень богато изложена, но в реальности черный человек это был слуга, слуга графа, который очень любил заказать музычку какому-нибудь из композиторов, а потом высокопоставленным гостям представить ее как свое собственное произведение. И он заказывал реквием по жене, видимо, с теми же целями. В общем, все эти факты уже всем известны, но в этом фильме самое главное вовсе не сама история. Мне кажется, что образы вот эти, они, конечно, гипнотические. Форман, еще раз повторюсь, на мой взгляд, гениальный режиссер, и его образ Моцарта, он давлеет над всеми другими образами из книг, из фильмов. Вот этот вот веселый безумец, такой дурачок, совершенно гениальный, который просто в легкую записывает, что ему ангелы напели. Это безмерно далеко от реального Моцарта и от его образов, созданных в других книгах. Но так притягательно, так вот такой вот образ создан удивительный. Демонический Сальери тоже такой итальянский, строящий козни, очень сочный персонаж получился, он тоже запомнился. Это все хорошо, но в фильме очень-очень тщательно передана эпоха. Я не могу сказать о костюмах, об архитектуре. Фильм, кстати, снимался не в Зальцбурге, а снимался в Праге, потому что, насколько мне известна эта история, при съемках, при заявке на съемки в исторической части Зальцбурга, мэрия города отказала Форману, ознакомившись со сценарием, посчитала, что фильм будет неправильно освещать жизнь великого композитора и принижать их бесконечный источник сувенирной продукции. Ну, как бы кроме шуток, у них были основания опасаться. Действительно, Моцарт в этом фильме выглядит нетрадиционно, уж никак не напыщенным гением в парике, а таким вот очередным портретом на стене в музыкальном классе. Фильм многократно цитирует отрывки из реальных постановок опер Моцарта. Там поют очень хорошо, играют очень хорошо настоящие оперные певцы, и это все очень органично вплетено в ткань постановочных сцен фильма. Я считаю, что это одна из больших удач режиссера, что он не побоялся куски живых моцартовских опер вставлять в ткань фильма, и это совершенно незаметно при прочтении то, что это в наши дни поставленная опера. Очень-очень к месту подобранная музыка, великолепные крупные планы. То есть, ну, кто смотрел этот фильм, надеюсь, со мной согласится, что независимо от того, нравится или нет образы персонажей созданных, независимо от того, насколько убедительна сама история с Сальери, ну, мне она представляется неубедительна, я читал и изучал этот вопрос по другим источникам, конечно, я считаю, что Моцарта Сальери не травил, но это все не имеет отношения к замечательному произведению киноискусства. Все, кто не смотрели фильм Моцарта, и кто хотят немножко узнать и о его музыке, и о мифах, о легендах, связанных с Моцартом, лучше этого фильма просто не найти. Материала смотрите, получайте удовольствие, приятного вам просмотра. Счастливо!